друзья мы вновь вернулись нашу яркую солнечную студию продолжаем наши различные беседы на различные темы как в начале программы я уже успел упомянуть сегодня особенная дата для всех тех кто не может представить своей жизни без компьютеров именно 34 года назад 1981 году впервые в продаже появился компьютер первый персональный компьютер компании ibm связи с этим связано большое количество различных новостей и событий после этого конечно появились более новые совершенные машины но сегодня я бы хотел вас познакомить с человеком который знает о компьютерах и в их истории практически все у меня в гостях хранитель музея вычислительной техники который находится на нас столице андрей иванов андрей добро пожаловать доброе утро я поздравляю с праздником принц ваш праздник тоже андрей 34 года назад появился первый персональный компьютер раньше персональный компьютер мы в то время ему был довольно доступен очень узкому количеству людей естественно он был доступен только правительственным организациям самому правительству сша и военным организациям которые ему также подчинялись машина из области фантастики большому счету для обычного человека по вашему мнению за эти 34 года какое влияние оказало вообще это вот вычислительная техника и компьютеры на общество в целом достаточно значительное влияние оказало развитие и выпуск первого компьютера IBM так как с ним мы получила развитие и персональная дисковая система MS-DOS которая в дальнейшем была развита и в Windows и в остальных системах также как фундамент который дальше по сути есть фундамент так как с него началось и развитие архитектуры 32-разрядности и дальнейшее развитие как таковых и процессоров и архитектур системной шины в общем компьютер начал развиваться быстрыми шагами вот по вашему мнению сегодня вот хотел бы может по начале нашей беседы пофилософствовать немного по вашему мнению сегодня компьютер это все-таки благо либо вред для человечества потому что очень часто мы слышим что благодаря компьютеру мы конечно же можем открывать какие-то новые достигает новых вершин но то же самое время мы забываем о реальной жизни и забываем о тех красках которые нас окружают реальной жизни по вашему мнению вы все-таки какую какую сторону возьмете какую историю я пожалуй возьму положительную сторону так как он для меня сыграл достаточно немалую роль я начал на своем компьютере давным-давно программировать и в итоге получил как немалые знания сейчас мы на экране видим ваш первый компьютером вот расскажите о нем это ваш первый скажем электронный друг до с которой вы познакомились каком году сам компьютер 87 года но ко мне он попал в 2004 году куплен был был выпущен да да совместная сборка амстрат значит немецкой компании корейской также корейская сторона участвовал и программное обеспечение полностью на итальянском языке первые эмоции когда этот компьютер попал вам домой вот такие чувства вас переполняли потому что они необычные наверное ощущения переполняли самые различные единственное что я хотел в первую очередь сделать это наверно его запустить потому что знаний на тот момент мне не хватало до согласен школа школой паскаль паскалим но запустить такого монстра тех времен просто не знал как справился с задачей и начал писать программы в компьютерах того времени уже были различные игры либо вот еще и игры были уже были в восемьдесят первом году наверняка в момент запуска в продажу компьютера ibm но позже восемьдесят второй восемьдесят третий год самые примитивные игры уже существовали естественно андрей вот по вашему мнению вот сегодня наши современных компьютерах осталось такое что-нибудь от их дедушек и прадедушек либо сегодня техника абсолютно полностью изменилась и то что мы видим даже у нас на столе андрей любезно принес нам свои экспонаты своего музея практически это ну давно минувшие дни и вспоминать уже принципе ничего естественно в этих компьютерах как и в современных есть некая заложен на некий фундамент то есть на этапе загрузки мы видим те же самые приглашения те же самые сообщения системы тоже традиция которая не меняется которые поменять мы не в силах процесс загрузки практически не претерпел никаких изменений то есть до операционной системы развиваются но по факту те же самые вот каждый буквально народ год может даже полгода вам вине наверно выходит за новые программы кита новое обновление программное обеспечение по вашему мнению вот если покупаем даже самый дорогой самый мощный компьютер насколько времени его хватит сколько времени он будет актуален сегодняшний век развития на мой взгляд не более трех лет он будет актуален но с сегодняшним прогрессом который движется достаточно быстрыми шагами очень придется даже если его обновляет шагает полтора года максимум давайте перейдем к вашему музею он думаю многие наши телезрители видели сюжет потому что наши журналисты уже бывали вас в гостях но тем не менее хотелось бы из первых уст узнать с чем была связана идея организовать такую музею на стране с чего бы вообще вот началось все идея началась по сути зарождение в 2004 году я тогда всего лишь заинтересовался архитектурой компьютера не говорю уже об ноутбуках их у меня тогда естественно не было ни на руках не ни у кого нельзя было посмотреть просто заинтересован был тем чтобы больше изучения минимально разобрать компьютер а и собрать его чтобы он заработал и научиться изучать и находить неисправности в этом все-таки было интересно не только увидеть его работу но еще понять как это все происходит да естественно это было интересно проникнуть так сказать вовнутрь и разобраться во всех деталях что происходит на каком этапе загрузки как вот с этого собственно хорошо да но а вот сама коллекция как появилась потому что в вашем коллекции появилась только благодаря моим друзьям и моему желанию что-либо получить какие-либо различные компьютеры то есть на одном компьютере я не останавливался изучив один компьютер и я решил перейти более старому но эти компьютеры грубо говоря не наоборот более старого не к новому более старому понять что верт возвращается получается хотели назад да и вы эти компьютеры как понимаю не выбрасывали а оставляли они вас лежали наверно на балконе долгое время в результате обмена потом я уже начал более-менее них покупать и вы стремились купить не более новый а более старый компьютер и меня не интересовали компьютера не знаю там допустим 95 97 годов мне не интересовали мне интересовало период 81 до 89 год говорят самое начало продаж компьютеров и до сих пор больше уделяю внимание именно тем компьютерам итак дорогие друзья вот это маленькое введением андрей еще много интересного расскажет нам о компьютерах об их истории и я уверен что мы уже сразу после паузы познакомимся и с машинами которые у нас находятся в студии в студии это лаптопы до тех времен сразу после паузы мы вернемся и будем знакомиться что же создавали в те годах друзья продолжается наша программа сегодня мы обсуждаем день рождения первого персонального компьютера тогда это был компьютер ibm 1981 далеком году 34 года назад это было и сегодня мы эту тему обсуждаем с моим гостем хранителем музея вычислительной техники андреем ивановым который любезно сегодня пришел нам студию с небольшими экспонатами своего музея андрей давайте мы познакомимся с каждым из них потому что они довольно необычные формы да они напоминают чем-то современные лаптопы но их толщина и все-таки от них отличаются достаточно значительно в первую очередь хочу познакомить все таки с представителем фирмы компании ibm производства ноутбук этот вот этот черный получается один из основоположников всей линейки сэнкпадов примечательным тем что год его выпуска уже можно было в базовой системе ввода вывода работать с помощью мышки на сегодняшний же день мы можем видеть то же самое на современных компьютерах но сейчас мы работаем с графическим режимом те далекие времена он примерно 95 года выпуска это был псевдографический режим так что касается его функциональных может быть возможностей вот вы только когда занесли на эти компьютеры в студии первый вопрос был можно ли подключить их к интернету да естественно можно подключить к интернету на обе разумеется есть разъем обычного дайлап модема либо можно поставить сетевую карточку вывести без беспрепятственно вывести его в интернет так а вот допустим беспроводная сеть вай фай всеми любимой на пациенте а карта и добро пожаловать в интернет небольшой апгрейд необходимо совершить и компьютер будет в принципе практически современ главное этот апгрейд совершить потому что сами карточки уже достаточно редки и найти их вот что самое интересное что все эти компьютеры допустим ibm 95 года вот диджитал 94 фирма digital называется да это пришественник компак в свое время он был достаточно серьезным конкурентом объема и сейчас они две конкурирующие компании были да а вот белый белый компьютер что белое это тоже будет японский компьютер третьего поколения считаем моего также являлся конкурентом но на своем рынке на японском начать это все компьютеры примерно из 90 до вот того времени они все что самое интересное работают все прекрасно запускаются и в них даже можно совершать какие-то действия и операции естественно система установлена образом вы поддержите их жизнь потому что на сегодня найти детали компьютер которые были произведены 20-25 лет назад ну практически нереально да это действительно нереально но мне удается находить различные допустим для моего же объемом мне удалось найти несколько подобных же моделей то есть из 380 д модели я сделал чисто 380 отличие небольшое наличие сиди диска вода на все где он в работе без проблем я бы слышал что есть большое количество людей которые гоняются прямо за эксклюзивные компьютеры по всему миру вы знакомы с таким людям может общаетесь и обмениваетесь какой-то информации естественно даже детали бою иногда то есть два компьютера зенит это естественно не не советская не российская компания это французская два компьютера два ноутбука были куплены у российского коллекционера ввиду того что ему просто некуда уже было их склад складывать сколько экспонатов сегодня вашем друзья сегодня моем музее уже более 180 компьютеров это не только ноутбуки это и комплектующие и стационарные компьютеры сервера растянута сеть есть выход в интернет то есть вот любой компьютер можно попробовать пощупать открыть и включить его да что касается может быть самого любимого компьютера есть какой-то испанат который является для вас особо ценным их много один как таковы выделить навряд ли смогу но наверное это все таки тот первый amstrad с которого начал программировать все-таки тот который мы видели данная фотография это в принципе начиналось для обычных людей которые очень интересуются и очень любят может быть компьютер вычислительную технику хотят познакомиться с их историей как попасть в ваш музей где он находится и каким образом провести там можно экскурсию музей находится в нашем городе кишиневе столице нашей страны на телецентре в институте математики и информатики академии наук молодого адрес наш академическая 5 3 этаж кабинет 333 естественно предварительно меня нужно будет оповестить с помощью разумеется моего сайта либо электронной почты либо звонка по телефону чтобы я был я понимаю вход абсолютно бесплатно и свободно и да можно любое время прийти просто предупредить заранее вас потому что без вас там я думаю вряд ли что-то поймешь никто не возьмется просто хорошо андрей еще такой вопрос может быть философский вас практически всю жизнь окружают компьютеры как и стать зависимым от компьютеров и может ли вы себя назвать человеком который не поддался все-таки зависимости от этих чувствительной тебя могу назвать я в основном только работаю с ними то есть дом это работа больше да моя работа связана с темным администрированием поэтому проблемы решили решение проблем это первая задача новый проект это уже второстепенная в общем для вас вашей жизни компьютер это устройство для оппонента каких-либо задач да не должен каждый компьютер даже в вашей жизни выполняет определенные задачи есть компьютера просто рабочие станции есть компьютера для дизайна есть компьютера для программирования любой компьютер со своей истории со своим предназначением наверняка как любой коллекционер вы мечтаете наверно каком-то самым удивительном компьютере то вам еще может быть не удалось заполучить если такая модель и о чем вы мечтаете на данный момент на данный момент практически все компьютера какие хотел бы увидеть свои музеи они есть наш вектор 06 c выпущенный в кишиневе 89 по 92 год у меня есть он в рабочем состоянии вот таким основным желаемым объектом вы хотели заполучили много лет я можно сказать охотился за ним где бы удалось найти в кишиневе на удалось найти удалось его спасти от разорения от выкусывания драгоценных конденсаторов и возраста на разборку до до большого счета и есть естественно наш синтез 2 которые недавно тоже отреставрирован теперь его можно подключить к любому монитору современного компьютера и даже запустить поиграть удивительно так вот такие друзья если у вас есть желание интерес узнать больше компьютера потому что скорее всего на столах у вас находится на рабочем месте компьютер кто является уже правнуками вот этих машин которые сейчас находятся на нашем студийном столе то вперед обращайтесь к андрею андрей вам любезно расскажет и покажет все 180 с лишним до компьютер который у него есть в коллекции в музее вычислительной техники принципе музей находится в кишиневе далеко добираться не придется но и тем что самое главное вход абсолютно бесплатным андрей я вас еще раз поздравляю с этим днем желаю чтобы ваша коллекция все-таки пополнялась может быть какие-то иностранные заморские вычислительные аппарата вам тоже попадут в ваш музей если наши зрители обладают каким-то эксклюзивным компьютером то пишите андрею думал абсолютно уверенно заинтересуется этим и в завершении нашей программы хочу вам подарить баночку ароматного кофе якос чтобы пили по утрам заряжались бодрой энергией смотрели нашу программу ну и еще раз спасибо чтобы нас в гостях у нас в гостях была андрей иванов это хранитель музея вычислительной техники с которыми с не обсуждали день рождения первого персонального компьютера далее у нас реклама после которой мы вернемся